МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Понедельник, 30 января. Накоплюс новости Казахстана. В студии работает Алексей Рыблов. Здравствуйте. Свободу политзаключенным ОСДП отреагировало на приговоры участника митинга несогласных 28 января в Алматы. Социал-демократы выступили с заявлением, в котором потребовали освободить Булата Абилова, Миржана Кусанова и Мирбека Тогусова. Напомню, их сразу после несанкционированной субботней акции вызвали в суд и посадили на срок от 15 до 18 суток. Лидеру ОСДП отделался штрафом. Эти процессы партия назвала политически заказными. В пресс-конференции участвовали те же, кто вышел в центр Алматы на митинг 28 числа. Балташ Турцумбаев, Маржан Аспанзиярова, Мухтар Шаханов, Гузжан Ергалиева, Мухтар Тайжан и другие. Они подчеркнули, что Казахстан присоединился к международным соглашениям, и граждане не обязаны просить у властей разрешения на публичное выражение своей позиции, ведь достаточно просто уведомления. На акции не было никакой агрессии, люди просто выражали свои отношения к событиям в Жараузене, арестам инакомыслящих и итогам парламентской кампании. Как заметил лидер Компартии Казахстана, власть воспользовалась разрозненностью среди оппозиции, по одному устранила сначала КПК, затем принялась за ОЛГУ, теперь проблемы у ОСДП. С момента приостановления деятельности Коммунистической партии просматривалась другая идея, идея вообще общей очистки электорального политического поля от оппозиционных партий и оппозиционных газет-журналов. Но просто у нас общее пожелание, чтобы эта партия осталась, эта партия могла существовать. Почему? Потому что на политическом поле оппозиционной партии не осталась. Сразу после окончания этой пресс-конференции, несколько ее участникам прокуратура вручила повестки в суд. Власть не остановилась на субботних процессах и сегодня в административном суде Алматы продолжилось осмотрение дел еще 8 человек, выступавших на мирном митинге 28 января. На вооружение взята статья 373, часть 1 административного кодекса, нарушение законодательства о порядке организации проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций. Лидер национал-патриотов Мухтар Шаханов с Горочи напомнил суду, что если бы он во времена советского тоталитаризма не боролся за независимость казахского народа, то на месте нынешних служителей Фемиды сидели бы совсем другие люди. В итоге за участие в несанкционированной акции протеста Аксакал приговорен к штрафу в 15 МРП, это 24 с лишним тысяч тенге. Такое же обвинение предъявлено его молодому соратнику Мухтару Тайжану, который штрафован на 20 месячных расчетных показателей. Такую же сумму должен выплатить и глава Алматинского регионального совета коалиции Халык Майдан и Ерлан Калиев. Сегодня же административный суд припомнил и журналистке Гульжан Ергалиева, и ее выступление на митинге ОСДП. Среди вызванных в суд также Рызбек Сарсинбайулы, Зауряш Баталовы, Желток Сановец, Курмангазыр Ахметов. Вот нас суд судит. Да, здесь нас оштрафовали. Теперь, если я приму участие в следующем митинге, то меня арестуют и посадят. Вот к этому все идет. Пришлось согласиться. Ну куда мне деваться? Хотя это неправильно, что надо теперь перед судом преклонять голову. Завтра или когда-нибудь все станет на свои места. И мы должны бороться за истинную демократию. А за другим пламенным оратором мирного митинга ОСДП, известным художником Канатом Ибрагимовым, полиция пришла на дом без повестки. И понятых он отказался спустить визитеров. Лишь спустя время ему сообщили, что наряд привезет ему протокол из-за дела Медеусского РУВД. Это не паника, просто я знаю, что возможны провокации. Так как я недостаточно заменит, как Шаханов или Абилов, то здесь возможны всякие провокации. А на шубу подкинут в карман. Силовой какой-нибудь вариант, понимаете? И здесь нужно было, чтобы кто-то хоть пришел бы. Никуда я не убежал, хотя была возможность сразу уехать. Пусть посмотрим до конца эту комедию. Ближе к восьми вечера сотрудники полиции доставили художнику повестку на дом. Согласно документу, он должен явиться 31 января в административный суд Алматы. Напомню, Ибрагимов принимал участие в митинге несогласных 28 января. За это служители Фемиды в конвейерном режиме осуждают всех, кто активно осуждал власть за трагедию в Жан-Аузене. Аресты и встание оппозиции – неоднозначные результаты парламентских выборов. Изначально партия ОСДП приглашала народ к памятнику Абая, но 28 числа правоохранительными органами там выставили металлические ограждения и полицейский кордон. Протестующие переместились в гостинице «Казахстан», где каждый мог высказать свое недовольство. Одним из требований выступающих было освобождение лидера регистрируемой партии «Алга» Владимира Козлова, главного редактора газеты «Взгляд» Игоря Винявского и общественного деятеля Серика Сапаргали. Практически сразу после акции полиция задержала лидеров оппозиции и приступила к судам. Итоги процессов стали аресты и штрафы. Жесткая реакция на мирный митинг ОСДП показательна. Авторитетный политик Сереболсен Абдильдин и Зауреш Баталова, в прошлом сенатор, объясняют давление на социал-демократов и инокомиссующих – вещь закономерная, ведь они сомневаются в итогах парламентской гонки, которыми довольна официальная стана. И, к сожалению, в этой борьбе с оппозицией роль казахстанской Фемиды весьма неприглядна. Если бы выборы прошли бы нормально, и заранее не были бы запланированы, какие проценты и какие партии получат, то не возникали бы такие недовольствия, как, например, выражено было на митинге 28-го. Коль скоро они говорят недовольствие свое, это надо было режиму слушать, а не наказывать. К великому сожалению, такого пока в Казахстане не получается. Так получилось, что на суде у Абилова я даже выступила, и судье сказала, если вы действительно за верховенцев права и верховенцев законов, вы должны руководствоваться неконституционной нормой сегодняшней казахстанской, потому что она не приведена в соответствии с международными стандартами. Не законом о проведении мирных собраний и митингов, а должны руководствоваться международным пактом. Этого не происходит. Фонд журналистов в беде просит изменить меру пресечения главному редактору газеты «Взгляд» Игорю Винявскому на более мягкую – домашний арест. Директор фонда Рамазана Сергепов передал через супругу Винявского письмо поручительства для приобщения к материалам дела арестованного журналиста. На брифинге в Алматы общественности напомнили, что Винявскому инкриминируют 170-ю статью, часть 2 Уголовного кодекса – это призывы к насильственному свержению или изменению конституционного строя. 26 января суд санкционировал его арест на два месяца. Как заявила супруга, Лана Винявская до 27 января ей отказывали в свидании с мужем. Однако после появления в интернете сообщения Рахата Алиева о том, что Винявского пытают, Игорь позвонил с сотового телефона следователя и опроверг эти слухи. Ну то, что дело политическое, как бы уже все поняли. Даже сам адвокат говорит, что по этой статье еще ни разу никто не был осужден. В пятницу мы с ним увиделись. Он как бы очень рад, что никто не верит в эти инсинуации. Он тоже не верит, что эта статья все-таки будет инкриминирована. После того, как появились слухи о том, что их пытают с Козловым, сразу позвонил Игорь с телефона следователя. Сказал, что все нормально. Поручителем Игоря Винявского выступили глава Союза журналистов Казахстана Сит Казым Атаев, руководитель Международного фонда защиты свободы слова Адельсёв Стамара Калеева. Юрист Сергей Уткин рассказал о листовках. Якобы найденных в квартире Винявского они стали основанием для возбуждения уголовного дела. На плакате отражены события в Киргизии, которые привели к смене режима тогдашнего президента Курманбека Бакиева. Здесь же изображение с портретом человека, похожего на Нурсултана Назарбаева. Делисты были найдены два года назад, а закон о резервинации был принят в 2011 году. Говорит Уткин. То есть Винявского обвинили спустя два года. Других поводов у силовиков преследовать журналиста просто не нашлось, предполагает юрист. Правозащитники также заявили, что действия сотрудников КНБ судили. В цивилизованных странах это уже отразилось на имидже Казахстана. Мы анализируем эту листовку и вот эти призывы, читаем текст постановления о возбуждении уголовного дела, который опубликован, и абсолютно не видим вот этого насильственного свержения власти. К сожалению, нет текста экспертизы. Мы все понимаем, что надо прочитать экспертизу, а потом уже что-то говорить, но скрывается. И мы всегда знаем, что когда, если что-то скрывается, это значит, что-то оно такое сырое, непонятное, незаконное, что стыдно показывать. В Алматы создан комитет по защите арестованных лидера Алги Владимира Козлова, главного редактора газеты «Взгляд» Игоря Винявского и общественного деятеля Серика Сапаргали. Об этом сегодня заявили общественники на пресс-конференции. Поддержать объединение уже вызвались правозащитники из разных регионов, а также представители оппозиционных сил Северной и Южной столицы. О новой организации в следующем материале. Информировать и защищать – таковы цели комитета, созданного в Казахстане. В поле его зрения – дела лидера партии «Алга» Владимира Козлова, главного редактора газеты «Взгляд» Игоря Винявского и общественника Серика Сапаргали. Правовую и гражданскую поддержку готовы оказать активисты из семи регионов, а также политические деятели и представители НПО. На пресс-конференции в Алматы члены комитета сообщили, копии отчетов о работе будут также направляться в администрацию президента. Мы будем постоянно мониторить эту ситуацию. Мы будем делать аналитические доклады, как говорил завершенный. Мы будем рассылать везде информацию. Ситуацию, которая будет проводиться, мы будем делать экспертизу, и в том числе отсылать международным экспертам, и доводить до общественности, и в том числе до международной общественности. В оргкомитете и жена лидера «Алги» Алия Турусбекова рассказывает, с Владимиром Козловым уже неделю нет никакой связи. К нему допускают только адвоката. Напомним, 23 января в домах политика и офисе политорганизации прошли обыски. Козлова увезли в СИЗО до КНБ. Его юрист вначале сообщал, что оппозиционер задержан на 72 часа. Его подозревают в разжигании социальной розни. Спустя несколько дней в том же здании КНБ прошло закрытое выездное заседание суда, который постановил продлить арест до двух месяцев. К сожалению, с 23 января после шести часов вечера у меня нет связи с Владимиром. Я не знаю, какое у него состояние, потому что меня не допускают ни как родственника, ни как защитника. Я написала заявление о том, чтобы меня допустили в качестве защитника. Однако следственный орган до сих пор безосновательно, я считаю, затягивает решение данного вопроса. Зауреш Баталова, президент Фонда развития парламентаризма, также в числе участников новой организации. Она беспокойна наметившейся тенденцией зачистки политического и информационного поля. Аресты и допросы инакомыслящих в Алматы, вероятно, продолжатся, опасается общественница. Ведь обвинять в разжигании социальной розни сегодня можно любого несогласного в Казахстане. Если власть в свое время всегда системно боролась только со своими политическими оппонентами и с теми, кто заявлял о гражданских и политических правах, то сейчас ситуация пошла в том направлении, что будут подвергаться репрессиям и гонениям, и, возможно, пойдут аресты те, кто будут переводить социальные свои права. И, по сути дела, сегодня любой, кто поднимет вопрос женой Зене, кто будет ставить вопрос о необходимости защиты тех, кто сегодня лишен жилья и будет продвигать интересы по праву на достаточное жилище, кто будет говорить о правах инвалидах, о правах в системе здравоохранения, все они будут в той или иной мере обвинены в разжигании социальной розни. В комитете заявляют, если не мешаться сейчас, то в закрытом порядке может пройти основной судебный процесс. Дела оппозиционеров базируются на событиях женоузения, поэтому активисты выдвигают версию. Владимира Козлова и Серика Сапаргали, возможно, этапируют Монгастаусскую область, и там без прессы и наблюдателей вынесут приговоры. Сейчас их единомышленники пытаются добиться, чтобы и следствию по делам оппонентов власти, и сами суды прошли под контролем общества и гласно, а не за закрытыми дверями. Юлия Панкратова, Константин Федяев, Алматы, Казахстан. Политик и бизнесмен Мухтар Аблязов намерен обратиться в Международный уголовный суд с требованием выдать ордер на арест президента Нурсултана Назарбаева, а также арестовать зарубежные щита Елбасы и его семьи. Как поясняет Аблязов, за убийство и массовый расстрел граждан Жанаузени. В интервью нашему телеканалу политик также прокомментировал спекуляции в интернете по поводу своей якобы причастности к беспорядкам Жанаузени. Аблязов отметил, что эти слухи безосновательны, и власть сильно переоценивает его возможности. В это не верит никто. Ну, это очевидно, что никто не верит. И не верит и сама власть. Просто попытки перевести ситуацию на кого-либо. Это большая переоценка моих возможностей, во-первых. Во-вторых, у них же еще и семьи и так далее, чтобы, ну, ради чего все это они бы делали. Полную версию интервью с Мухтаром Аблязовым о Жанаузени можно посмотреть в эфире нашего телеканала. Тем временем на Западе вновь неспокойно. В соседней от Мангестао-Траусской области сотни рабочих вышли с акции протеста. В Жилойском районе работники компании «Сильмдекурлэс» требуют поднять зарплату и улучшить условия труда. Подрядная организация, которая проводит ремонтные работы на предприятиях промышленного гиганта «Тингис Шевройл». По словам рабочих, максимальная заработная плата не превышает 500 долларов. Эти цифры не соизмеримы с условиями труда, возмущены рабочие. Забастовка сотрудников «Сильмдекурлэс» продлилась не больше двух суток. Вероятно, наученные горьким опытом своих соседей, руководство компании заверило, что выдвинутые требования будут рассмотрены в недельный срок. Известно, что для решения проблемы из Турции срочно прибыли представители компании. Из 315 рабочих дополнительное соглашение о повышении заработной платы на 25% подписали только 290. Те, кто уже не согласился, написали заявление об увольнении по собственному желанию. «Отдельными подрядными компаниями «Сто Синдекурлэс» выдвинуты требования о повышении заработной платы. Органам прокуратуры работа по расчетению норм законодательства была проведена. В результате переговоров работодателям принято решение о повышении заработной платы. Основная масса работников приняла это заявление и в настоящее время подписала дополнительное соглашение к трудовому долгу. А в Шемкенте у здания филиала партии «Нуратан» на несанкционированную акцию протеста сегодня собрались около сотни человек. Все они занимаются перегоном машин из Европы. Автолюбители возмущены непонятными штрафами, которые им выписал местный таможенный департамент. Извещения о необходимости доплатить за авто почему-то начали приходить спустя год после ввоза автомобилей. Таможенный комитет мотивирует штраф тем, что даты выпуска машин не совпадают с годом ввода в эксплуатацию. Ущерб государству в ДТК оценили в сотни миллионов тенге. Только на юге страны выписано порядка 300 штрафов. Автовладельцы пытались судиться, но проиграли процессы. Граждане привезли себе автомашины. Там предусмотрено по нашему, по казахстанскому законодательству год выпуска. По этим основаниям таможня провела проверку и установила, что год выпуска и год ввода в эксплуатацию – это разные даты. В этой связи доначисляются деньги. Однако хочу заметить, что эти даты никогда не сойдутся, потому что международное право не предусматривает год выпуска автомобилей в писании этих данных в свидетельство о госрегистрации. Работники Казахмыса, потерявшие здоровье на предприятиях корпорации, объединяются в поисках правды. Сегодняшний круглый стол в шахтерской столице организовали за счет инвалидов Жизказгана и Сатпаева. Регрессники ратуют за мирные решения наболевших вопросов. Однако никто из приглашенных чиновников на встречу не явился. Марина Черная с подробностями. Спасение добывающих – дело рук самих добывающих. Решили 150 регрессников Казахмыса и сообща собрали деньги на проведение в шахтерской столице круглого стола, за которым их делегаты должны были обозначить все имеющиеся проблемы. Однако приглашенные прокуроры и чиновники эту встречу проигнорировали. Прокуратура, Акимат, все остальные – это государственная составляющая? Может, я до кочусных вещей дохожу. Может, оно не надо все это? Мы сами тогда разрешим, без вас там. Силы, не силы, я не знаю, так далее. Еще в прошлом году в Гражданский кодекс парламентарии внесли поправки о перерасчете сумм возмещения в рядар регрессника. Но часть инвалидов Казахмыса до сих пор, как говорится, молока не видали пока. Во время бурного обсуждения вопроса тема Жанна Зена витала в воздухе постоянно. После событий Жанна Зене все-таки нельзя сейчас действовать на нервы людям, потому что там тоже, как разбуженные угли, идет введение. Но я думаю, что мы найдем компромиссный вариант какой-то. Собравшиеся решили перенять положительный опыт регрессников другого промышленного гиганта Караганды – компания Арселор Миттл Тимиртау. Именно они собраниями, акциями, походами в правительство добились изменения в законодательстве. Однако их красочные рассказы про долгое хождение по кругу оптимизма казахмысовцам не прибавили. Когда встречались с представителем компании, он заявил, обращайтесь за границу, они вам помогут. Они говорят, мы в Африке построили реабилитационный центр, мы в Африке построили больницу. Но не здесь. Мы, получается, хуже здесь. Представитель Казахмыса сослался на законодательные неувязки. Дескать, страдают те инвалиды, которые получают возмещение вреда через страховые компании. Мол, с ними корпорация заключила договор еще до внесения поправок. Теперь изменить условия выплат регрессников не позволяет другая статья того же Гражданского кодекса. У нас выход только один – это сделать судебную практику. Почему? Потому что если мы сейчас просто-напросто сделаем этот перерасчет, мы его сделали, он у нас готов. Мы просто-напросто не имеем права сейчас, получается, выплачивать. Почему? Потому что завтра придет та же налоговая, та же прокуратура, и нам скажут, ребята, а почему вы выплачиваете эти суммы? Накажет ли прокуратура Казахмыс за выплаты регрессникам? Этот вопрос очень хотели задать надзорным органам. Однако главные блюстители законности, напомним, еще раз на встречу, инициированную инвалидами, так и не явились. Марина Черная, Сайлау Зикен, из Краганды, Казахстан. Зятюв ушел. Фонд тонет после увольнения Тимура Кулебаева в конце декабря. Вследствие событий в Женаузене на национальную кампанию Самрук Казына буквально обрушился шквал критики. Причем оттуда, откуда, как говорится, не ждали. Замсогульба Драхманова продолжит. Не успела за средним зятем Тимуром Кулебаевым остыть кресло главы фонда национального благосостояния Самрук Казына, как тесть уже заклеймил позором и саму кампанию, и ее дочерние предприятия. На этом месте, видимо, вспомнив, что к таким печальным показателям фонд привел все-таки ближайший родственник, президент запнулся и быстро закончил. До 15 апреля внести приложение по оптимизации национальных холдингов компаний и государственных предприятий. Впрочем, крестовый поход на главную национальную кампанию страны начался еще раньше. Через две недели после ухода Кулебаева сенатор Светлана Жаломагомбетова возмутилась новым законопроектом. Согласно ему, Самрук Казына должен был стать еще более самостоятельным и практически неподотчетным государством, хотя ни копейки, завложенных более триллиона тенге, так и не оправдал. За четыре года работы фонд национального благосостояния Самрук Казна, кроме распределения антикризисных денег банкам, кроме направления бюджетных денег опять-таки на строительство каких-то крупных объектов, прокручивая на депозитах бюджетных средств, получение премии, бонусов, ничего существенного для устойчивого развития экономики не сделано. О живчиках и зайчиках в Самрук Казыне и о необходимости сократить штат говорили давно, причем не последние люди в правительстве. В 2009-м Кайрат Килимбетов, ныне вице-премьер, а тогда глава ФНБ, объявил, премии и бонусов управленцы не получат, мол, кризис, хватит с вас и зарплат, которые, по слухам, уже тогда превышали все рамки приличий. Это подметила спустя два года имажилизвумен четвертого созыва Бахы Цыздыкова, за что, вероятно, и поплатилась, не попав в пятый. Если в ближайшем будущем сотрудников министерств коснется сокращения, как государственных служащих, то сотрудников АО никто сокращать не собирается. Причем, по неофициальным сведениям, заработная плата сотрудников некоторых АО в десятки раз больше, чем заработная плата сотрудников центральных государственных органов. Прессинг на ФНБ может быть связан с политической ревностью, считает аналитик Петр Своек. Административной и финансовой власти у холдинга столько же, сколько у правительства Карима Масимова, если не больше. И тогда участившаяся критика устранения соперника. Только вот ситуация в аккорде настолько запутана, что возможен и другой, противоположный вариант. Самрук Казына – всего лишь пешка, который жертвует после событий 16 декабря. Ну, конкретно это просто потому, что Самрук Казыну сделали главной ответственной за жену Азень. Тем не менее, ФНБ пока еще остается самым влиятельным холдингом в Казахстане. По крайней мере, до 1 апреля. К этому числу по поручению президента структуру Самрук Казыны необходимо оптимизировать, а численность управленческого аппарата сократить. Замзагуля Драхманова, Ермек Амиров. Из Астаны, Казахстан. Не успел глава государства на время очередного послания народу раздать указания, как члены Кабмина ринулись рапортовать. Будет исполнено. Сегодня сразу два ведомства отчитались. Все идет по плану. Министерство экологии выполнило 5 из 10 поручений Елбасы, которые им раздали еще в прошлом году. Минфин одним из первых отчитался о готовности притворять в жизнь поручения президента. Сегодня на коллегии глава ведомства подтвердил, расходы будут урезать. Причем сделать это Булат Жамишев по его собственному признанию с большим удовольствием. Полон решимости главной финансии страны и в вопросе сокращения числа госпредприятий. А вот пересаживаться на иномарки, с иномарки на отечественное авто, он пока не собирается. Оправдывается, средства на обновление парка машин не заложено. Да и заводы в Казахстане собирают те же импортные автомобили. Впрочем, чтобы выполнить наказ лидера нации, министр готов и пешком ходить. Да знаете, я вообще живу в 10 минутах ходьбы от Министерства финансов. Я морально и пешком готов ходить. Для меня это вообще не вопрос. Наряду с блокировками некоторых сайтов, в Казахстане готовы ввести новые правила пользования общественным интернетом. Возможно, скоро в каждом клубе будут требовать документы, снимать всех посетителей на видео и ввести электронный дневник на каждого гостя. При этом власть будет иметь полную информацию о том, кто заходил на запрещенный сайт и читал неугодные статьи. Чем это может обернуться для рядовых граждан в материале алматинских корреспондентов. В Казахстане предпринимаются попытки контролировать зону общественного интернета. Как сообщает iPort KZ со ссылкой на закон KZ, в канун Нового года вышло правительственное постановление о правилах предоставления услуг связи. Его полный текст опубликуют на днях. Но самые любопытные детали iPort KZ уже обнародовал. Оказывается, вскоре в каждом интернет-клубе будут требовать удостоверения личности, а также вести видеоконтроль посещений. Эти данные могут затребовать правоохранительные органы. В обязательном порядке должны фиксироваться фамилия, имя и отчество пользователя, время начала и окончания работы в сети, номер компьютера, на котором он работал. Срок хранения данных о пользователях составляет не менее шести месяцев. Также интернет-клубы должны будут завести ещё один журнал, где будут зафиксированы интернет-ресурсы, которым пользователи получали доступ. В пресс-службе МВД пока не комментируют правила. Даже слегка удивились вопросу о новшестве. Отсылают к Министерству информации. Там на телефонные звонки никто не реагирует. Между тем, потенциальная возможность такого контроля у интернет-пользователей вызывает противоречивые чувства. Я считаю, это мешает личной жизни. Это как бы вторжение в личную жизнь. Это же моё личное, куда я запишу, что я смотрю. Ну, я думаю, что это да, правильно, потому что много детей маленьких приходят, они смотрят от 10 до 12 лет, школьники смотрят. Поэтому я считаю, правильно. Я думаю, что это, наверное, неправильно, потому что клиент приходит именно посещать, который он хочет, сайты посещать. Если такой закон ведут, они, я думаю, многие будут против. Потому что у нас и так, в наш Казнер, многие сайты запрещены. И я думаю, что многие будут против. О том, что скоро работу клубов надо будет скорректировать, в одном из алматинских заведений узнали от репортеров. Здесь опасаются оттока посетителей. Ведь не все носят с собой удостоверение или афишируют свои онлайн-интересы. Да и кому понравится, что данные о них из клуба могут затребовать правоохранительные органы. Жанель Кирибаевой интернет нужен по работе. В день она просматривает десятки сайтов и часто натыкается на заблокированные, где гарантия, что завтра ее не причислят к неблагонадежным юзерам. Я читала когда-то эту платформу. Что было у нас 16 декабря, по-моему, когда был закрыт Твиттер, когда были закрыты доступы к социальным сетям. Ну, это открытое какое-то... Это нарушение прав человека, на самом деле. Приходилось пользоваться донимайзером, а сейчас и это не помогает, потому что они тоже, я так поняла, что они закрыты. А вот Тамара Калеева о будущих ограничениях в курсе. Медийный защитник возмущена новым вмешательством государства в сферу интернет. Говорит, и так в стране практикуют негласную цензуру. Уже несколько дней создаются технические помехи в работе порталов «Гульжан.орг», «Республика», «Стан.ТВ». Если еще под колпаком будут интернет-клубы, то это ударит по имиджу республики. Там в триагусте постановление сказано много приличных слов о мерах безопасности, борьбе с терроризмом, экстремизмом, порнографии и так далее. Но это не более чем словеса, за которыми скрывается вот такая глобальная повальная цензура. Предполагается, что клубы должны хранить данные о пользователях не менее полугода, а видеосеансов месяц. Здесь запретят использование анонимайзеров. Но разработчики правил пока не объяснили, как будут контролироваться бесплатный и публичный доступ в библиотеках и кафе. Мадина Мухаммеджанова, Талгат Умербеков, Алматы, Казахстан. Из политики в журналистику. Экс-депутат Ирак Ильикеев, не получив работы в новом мужелесе, нашел себя на телевидении. Сейчас мужелесмен, требовавший в свое время распуска парламента, ведет пятиминутную передачу на одном из национальных телеканалов. Программа называется «Кускарас», что в переводе с казахского означает «взгляд». По жанру интервью, пять раз в неделю в студии приглашаются известные политические и общественные деятели, с которыми ведущий Ильикеев обсуждает самые актуальные вопросы. Редакционной политики. Экс-депутат обещал сильно не поддаваться и сохранять образ бунтаря. Я убедился в том, что хлеб журналисту очень сложный. И потом я веду это в прямом эфире на двух языках. Один где на русском, один на казахском языке. Я принимаю уроки правильного произношения, связанных с дикцией. По мне, оказывается, много есть незастатков. В завершении КАЗ Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в восьми областях Казахстана. Температура воздуха на севере, северо-востоке и востоке республики может опуститься местами до 45 градусов мороза. Чуть теплее в ближайшие дни будет на юге и юго-востоке. Там до минус 35, на западе до 22 ниже нуля. В столице в Истане ближайшие три ночи ожидается 35-38 мороза. Тем временем в Итараусской области сильный снегопад. Сугробы местами достигают высоту полутора метров. За двое суток в снежном плену оказалось 28 человек. Они спасены и доставлены в больницы. Поиски одного мужчины продолжаются. В Павлодарской области, где уже минус 45, перекрыты автомобильные магистрали. В частности, ограничены движения по направлению Валматы. За пределы населенных пунктов не выпускают автобусы и дизельный транспорт. Пока это все. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok